Детская игрушка 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 И они не знают, какие игрушки дети любят, и какие игрушки, собственно, должны приходить в дом. Мы, взрослые, в ответе за то, чтобы выбранная ребенком игрушка из-подваль воспитывала его вкус. Не была бы грубой, пошлой, не оскорбляла бы просто здравого смысла, да и помогала, чем могла, родителям и учителям. Но вот факты. Мы выпускаем 20 тысяч наименований игрушек, а Япония, к примеру, 135. У нас-то в основном традиционные куклы и автомобили, а во всем мире это еще и постоянно растущее число игрушек обучающих, вроде говорящей азбуки, развивающих реакцию, сообразительность, деловитость, та же пресловутая монополия. Да и кубик Рубика потому и триумфально прошел от Бреста до Камчатки, что не было у него современного отечественного конкурента. И невольно возникает вопрос, а не наживаемся ли мы на своих детях? Ведь торговля продает каждый год только игрушек больше, чем на 2 миллиарда рублей. Мы избавим вас от посещения игрушечной фабрики. Все интересующие нас покупатели пообещали рассказать специалисты по конструированию игрушек, по их производству и продаже в Центральном конструкторско-технологическом бюро игрушки. А начали мы разговор, естественно, с ее стоимости. Может ли молодая средняя семья сделать своему ребенку подарок в 35 рублей? Привыкать и покупать. Привыкать? Повыкать это? Привыкать за 35, а потом к 50, а потом к 70. Ну может быть. Да у нас все дорожает. У нас автомобили дорожают. Почему игрушки сложные не должны дорожать, у нас интересно. То есть технологии совершенствуются, себестоимость автомобиля снижается, они дорожают. Все к этому привыкли. То же самое игрушка происходит, я считаю. Вы знаете, но во всем мире существует правило, по которому детский товар, он в общем-то детский товар. И он делается с какой-то, ну, чуть дешевле может быть. Несколько дней тому назад мы принимали фирму американскую Трейдинг энд Компани. Когда мы вручили им Микки Маус 18-рублевого, он сказал... Простите, он стоит 35 рублей. Мы 18-рублевого Микки Маус. Но уж какие у них физиономии, вы знаете. На наш взгляд, еще тенденция повышения цены сыграла большую роль. Это то, что планирование стало от розничных цен. Если раньше планирование производилось от оптовой цены, то в настоящее время от розничной. То есть предприятие заинтересовано в повышении розничной цены. То есть предприятию выгоднее сделать 10 Микки Маусов, чем 300 маленьких, допустим, таких кукол. Безусловно, потому что интересы предприятия и покупателя в какой-то степени расходятся. Именно промышленности выгоднее продать и сделать подороже. Покупателю, естественно, купить интересные, хорошие изделия, но чуть подешевле. Больше тысячи предприятий выпускают детские игрушки. Лишь 100 из них, то есть десятая часть, профессионалы со стажем, знающие отрасль и требования и законы. Остальные авто, авиапромышленность, радио, электроника, даже черная металлургия пока только начинают внедрять новые для себя изделия. И план по игрушкам для них – дополнение к их обычному плану. Правда, на их стороне технический прогресс. Они-то ведь работают на своем собственном оборудовании. Многих товаров, которые они выносят на прилавки игрушечных магазинов, мы раньше не знали. Это управляемые по радио машинки и яхты, электронные игры, двигающиеся и говорящие игрушки. Плазменное напыление, лазерная запись, в изготовлении игрушек используется новейшая технология. Но новый товар, как правило, появляется с новой ценой. И сразу высокой. А пока даже эти игрушки у нас в дефиците, мы, хочешь не хочешь, привыкаем к их цене. Остальным же цехам, вроде мягких, потихоньку остается к этой стоимости подтягиваться. Две последние пятилетки выходили правительственные постановления о повышении качества и увеличении числа игрушек. Выполняются ли они? Частично. До сих пор в своем ветхом здании не может разместить опытную аппаратуру Центральное конструкторское бюро. А из-за этого медленно внедряются, а значит и не дешевеют электронные игрушки. Большая часть игрушечных фабрик работает в крайне тяжелых условиях, не получая ни нужного сырья, ни механизмов. Не хватает им пресс-форм, штампов, выдувного оборудования, сушилок. Не хотят обеспечивать этим игрушечную промышленность наши отечественные заводы. Хлопут-то много, а заказ мелкосерийный, невыгодный. В текущем году уже должно было начаться реконструкция 11 предприятий и начало строительства двух новых предприятий. Начата практически реконструкция лишь трех предприятий. Предусматривалась закупка целого ряда импортного оборудования, которое в нашей стране не выпускается. Ну, приведу лишь одну цифру. Значит, из 306 единиц оборудования, которые должны были закупиться в каталистические страны, в настоящий момент заключены контракты, ну, грубо говоря, где-то на 70 единиц оборудования. Пока мы маленькие, мы играем в нее и знаем. Как возрослели, забыли, что мы когда-то играли в нее. И чтобы ее сделать интересную, хорошую, доступную для ребенка, красивую, чтобы она доставляла радость ребенку, и чтобы он хотел в нее играть, нужна хорошая отрасль, нужна хорошее производство, современное. Причем это производство ничуть не хуже по своему техническому оснащению должно быть, чем любая другая продукция. И вы сами-то игрушки любите? Конечно. Иначе мы бы здесь не работали. Безусловно. Отрасль на попроизводстве игрушки держится на энтузиастах. А на дворе время, требующее этот энтузиазм, поддержать технически. Только тогда мы сможем покупать нашим детям игрушки красивые, современные и недорогие.